День перкуссии в Киеве Ну, организатором его и, собственно, в какой-то мере вдохновителем Он проходил уже в прошлом году Первый раз это был такой вот Первый ответственный шаг для всех барабанщиков и перкуссионистов нашей страны Это было замечательное абсолютно событие В этом году оно будет проходить второй раз Уже в новом масштабе, новом формате Что ты решил добавить, что отличительным будет для второго фестиваля? Ты знаешь, отличительным для второго фестиваля будет то, что удалось объединить Очень много разных школ, очень много разных взглядов, разных мастеров в Украине Которых, по-честному, вот за год как-то прибавилось И это замечательно Я не знал А цели вообще подобного мероприятия? Узнать о каких-то новых инструментах? Или же это все-таки, не знаю, может это мастер-классы? Что происходит? Фестиваль, собственно, он хорошо направлен как для ребят, которые уже и умеют играть И не смогут подчеркнуть опыта уже хорошо играющих специалистов Так и для тех, кто вообще не знает, что такое перкуссия, что такое барабаны Эти люди смогут прийти, увидеть и победить, и влюбиться в это легко и просто Потому что барабаны это замечательно Вань, я вот тоже, знаешь, я, конечно, для тех, кто в танке, объясни Для меня вот слово барабан и все Совсем недавно я узнала слово перкуссия Я знаю, что какие-то просто невероятные названия имеют все вот эти инструменты, ну и похожие, которые есть Собственно, да, перкуссия, что такое перкуссия? Это ручные барабаны, по большому счету, принято называть их перкуссией Я знаю, что в медицине тоже самый термин, когда простукивают тело человека Простукивание, да, да, да Ну, это из латыни, собственно Существует огромное количество всяких разных инструментов Со всякими хитрыми названиями, очень красивыми, например, там А ты, как перкуссионист, умеешь играть на любом виде, ну, скажем так, барабана Ты знаешь, очень хотелось бы, но, к сожалению, при внешней Вот такой вот простоте каждый из инструментов требует очень большой самоотдачи, очень большой работы Работа пальцами разная или какие-то вспомогательные, не знаю, что Я думаю, что, наверное, скорее всего, у каждого инструмента есть свой голос, да И вот открытие заставит звучать правильно, да Верно, а найти контакт с инструментом достаточно непросто, кроме того, что технически, еще и эмоционально Потому что для каждого инструмента существует некая своя музыка И то, что хорошо звучит на одном инструменте, наверняка не будет звучать хорошо на другом Слушай, Ваня, а вот ты можешь познакомить нас со своими друзьями, которых ты сегодня привел в студию? Слушай, да, вот мы с друзьями пришли сегодня Начнем с этого замечательного красного парня Это латиноамериканский барабан Сурда Сурда? Вот, это низкий барабан, который задает кач Это африка, африканский барабан, который зовется джембо Как аккомпанирующий, так и солирующий Вот, это, собственно, замечательный маленький звезд, который зовется тамбурин Да, у них тоже почти в каждой традиции Вот, но самое важное в этих инструментах, знаешь, всегда есть градация между традиционной музыкой И музыкой, в общем, музыкой как явлением Вот, и на эти инструменты нельзя смотреть в контексте, что вот Латиноамериканский инструмент, значит, латиноамериканская музыка Там, африканский инструмент, значит, Африка и все Наоборот, вкрапление, да, и микс с чем-то другим, наверное, и создает, да? Знаешь, то, что я говорю своим студентам, мысль такова, что музыкант должен смотреть на инструмент Не как, там, грубо говоря, плотник на молоток, а как ребенок на игрушку Вот я считаю, что и на женщину тоже так надо смотреть Ребенок на игрушку, да, мама, мама, хочу Не на игрушку, нет, на подарок На подарок, да, согласен Ванечка, а скажи, вот школы, они отличаются, допустим, как вот каратисты, там, другие, там, тэквондо, а что еще, там, боевое искусство, а вот есть такие? Ну да, конечно, есть разные взгляды на этот вопрос Есть у нас в стране замечательная школа, которая преподает строго африканскую музыку И преподает ее правильно вместе с танцами, с африканскими традициями Есть ребята, которые преподают арабскую музыку, всякие были дэнс тоже с танцами Я преподаю то, что называется современная перкуссия Ну, это, собственно, перкуссия без границ, в которой нет границ ни технических в плане игры, ни музыкальных А к тебе приходят и малыши совсем? То есть, в принципе, ограничений никаких нет? Ограничения по возрасту у меня есть Я беру ребят после 16 лет, просто потому что до 16 лет не формируются до конца руки И нет той силы, наверное, в пальцах, чтобы... Ты знаешь, даже сила есть, но просто для этого нужна специальная программа Есть замечательно тоже... Может, после армии лучше брать? Наличие музыкального... Конечно Да, чтобы расслабить людей немного, знаешь, привести их в чувство А так только начинаешь заниматься, он раз и ушел Наличие музыкального образования необходимо? Совершенно не нужно Нет По-честному, у меня его тоже нет Вот так Слушай, а ну, тем не менее, мы можем, допустим, доказать, чтобы не были голословными? Вот у Вики есть музыкальное образование? Есть У меня нет Но незаконченное, неполное Давай Замечательно Ну, наши зрители знают, что я барабаню, правда, иногда Никого не обманю Слушайте, а у нас еще и маракасы есть И маракасы есть Можем использовать, да? Можем Принести, конечно Да Сейчас я подам еще маракасы, или что-нибудь вольнем такое, да? Ну? Что это будет, Ванечка? Как будет называться наша композиция? Да, все очень просто Импровизация Импровизация На тему Гутен Морген На тему Гутен Морген Ну, значит, должно быть что-то веселое Я должен сдавать ритм, по-моему, да? Вот на такой вот бочке? Конечно Что-то, какую, по-моему, посчитай мне Все очень просто Знаешь, есть такая замечательная музыка, называется «Хаос» Ну, да Унц, 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 унц Прямая бочка, и все Может, сильнее, так, плотнее, чтобы с чувством Да, Ваня, у меня же силы много Вот КОНЕЦ Слушай, а вот все-таки есть магия, да, в барабанах? Вань, ты можешь об этом рассказать? Потому что я очень слышу часто от одного, от другого человека, что вот можно барабаном вести в транс. Ты знаешь, на самом деле, ну, это достаточно просто. Это связано с синхронизацией темпа в организме. Вот, и постепенно, когда начинает совпадать темп твоей игры и с темпом твоего пульса, тебя начинает как бы вот немножко укачивать постепенно, и ты входишь в состояние транса легко и просто. Игра на барабанах, в принципе, одно из древнейших музыкальных искусств, и оно находится у нас уже на генетическом уровне, потому что наши предки играли на барабанах, танцевали вокруг костра, и им было клево. Да, а как стучали во времена Сталина? Для всех тех, кто, возможно, заинтересовался, то есть день перкуссии, да, праздник перкуссионистов, то есть теперь это как официальный день, и каждый год будет проходить, и можно каждый год рассчитывать на подобные мероприятия. Да, само собой. А Ванька как Ленин теперь, да, у вас получается даже? Ну, не надо, я не хочу лежать в мавзолее. Хорошо. Давай пока ты еще у нас сидишь на Гутенморгене, вот расскажи мне такую штуку. Вот, допустим, многие родители переживают, давать ребенка на барабан или нет, я тебе объясню почему. Потому что бабушка плохо спит, понимаешь? А вот есть какие-то такие секреты, как можно заглушить, как бы, да, звучание барабана, чтобы и соседи, в общем, не жаловались, но тем не менее, чему-то все-таки поучиться? Ты знаешь, на самом деле... Хороший вопрос, да? Да, вопрос хороший, и все достаточно просто, для него есть несколько решений. Решение первое и самое простое, на барабан просто надевается полотенце, в него засовывается подушка, и от его звука остается где-то процентов 20. Это раз. Два, есть репетиционная база, на которую можно прийти и позаниматься. Да. Вот, и три, ну, по меньшей мере полгода в нашей стране можно играть на улице. Вот, и есть парки, в которых можно замечательно, как говорится, и себя показать, и людей развлечь. Еще, может быть, и денег даже заработать. Уже сколько твоя школа насчитывает учеников на данный момент? Много их? В данный конкретный момент, я думаю, что более 30 человек. А ты замечаешь сезонное какое-то колебание, там, осенью больше, там... У нас же, да, сезонное колебание есть, и сезонное колебание, главное, это лето. Я летом всегда очень толерантно отношусь к своим студентам. Почему? Потому что лето – это время, когда нужно не учиться, а когда нужно практиковаться. Вот, и поэтому для них вместо занятий я организовываю какие-то фестивали, выезды, барабанные лагеря, в которых мы собираемся и учимся скорее в свободной форме. Ванечка, пора заканчивать наш интервью. Если мы о чем-то тебя не спросили, ты можешь сейчас сам поднять какие-то вопросы или рассказать что-нибудь нашим зрителям, что ты готовил. Ты знаешь, собственно, можно рассказывать об этом всем очень долго. Я приглашаю всех людей, просто приходите на день перкуссии. Кто не знает где как, ищите меня в социальных сетях, я там есть. Кто не найдет меня в социальных сетях, ищите меня в Google, я там тоже есть. Вот, я вам все обязательно опишу, расскажу. И играйте на барабанах. Это замечательно, это отличное искусство, это отличный способ снять стресс. И это отличный способ познакомиться с новыми интересными людьми. Ванюшкин, у нас дальше продолжает нашу музыкальную программу Ивана Милая. В песне «Я люблю грузина», да? Мама, я люблю грузина, да. Мы можем что-нибудь такое прямо сделать, что будет интро прям. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok